Жил-был один никуда не годный актёр. Никчёмный актёр, игравший роль Гамлета в одном спектакле. По мере того, как развивалось действие спектакля, он играл всё хуже. К тому моменту, когда он дошёл до известного монолога «Быть или не быть», люди начали бросать в него разные вещи, они начали снимать свои обувь и бросать в него. Тогда он спустился со сцены и сказал, «Послушайте, не я же написал эту чушь». Все несчастные люди в мире думают, что с мирозданием что-то не так. Создатель совершил ошибку. Для того, чтобы объяснить эту ошибку, или чтобы объяснить себя в этой ошибке, у них есть самые разные философии. во всех философиях на планете, во всех философиях вместе взятых нет красоты даже одного листа на этом дереве. Но всё равно люди продолжают философствовать, тратя на это всю свою жизнь, потому что они находят такие объяснения, которые им нравятся. Философы — это, как правило, безработные мужчины. Было не так уж и много философов женщин, не так ли? В основном это безработные мужчины, у которых, по крайней мере, есть объяснение, почему они не работают. Так что эти безработные мужчины, которым больше нечем заняться, продолжают придумывать философии. Любой, кто придумывает какую-то философию, совершает кощунство против мироздания. Нет никакой необходимости создавать новые мысли, когда уже было сделано так много. Даже если вы переродитесь тысячу раз и будете наблюдать за окружающим вас миром с неотрывным вниманием сутки напролёт, то всё равно вы не познаете и самой маленькой частички творения. Человек, придумывающий собственную чепуху в присутствии такого творения, совершает невероятное святотатство. но, к сожалению, общество находится на таком уровне, что если вы будете говорить никому непонятные вещи, то люди подумают, что вы умны. суть интеллекта состоит в умении объяснять людям то, чего они не понимают. интеллект нужен не для того, чтобы кого-то запутывать. Это не интеллект. Но, к сожалению, сейчас это расценивается как проявление ума. Люди полюбили слова и потеряли весь мир. «Пришло время вернуть его». Если вы стоите на горе мусора из чьей-то головы, то ваши ноги никогда не коснутся земли. Если ваши ноги никогда не коснутся земли, то вы никогда не узнаете, что это такое. Вот почему. В этой культуре люди простираются на земле. Люди хотят, чтобы все их тело коснулось земли, не только ноги. Большую часть их жизни или большую часть дня. Сама культура была создана таким образом. Они ходили босиком, если только поверхность не была совсем уж грубой. Потому что связь с землей очень важна. Если вы просто сядете на землю и просидите так 10 дней, то вы узнаете гораздо больше, чем из тысячи книг. Потому что Мать-Земля проникнет в вас, даже не спросив вашего разрешения. Не стоит всему этому верить. Ей не обязательно проникать в вас. Потому что так же, как эта травинка выросла из земли, вы тоже произошли из земли. Вы немного более подвижны. Но в целом, вы просто кучка земли. Вот и все. Вы можете думать, что вы что-то еще. Но это все, чем вы являетесь. И это немало. Если вы думаете, что вы что-то другое, то вы незначительное. В противном случае, вы сама планета, вы само мироздание. Так что вы просто бугорок на планете. И не думайте, что это что-то незначительное. Горы Веллингери — это тоже небольшой бугорок на планете. Гималай — это тоже небольшой бугорок на планете. Как и вы. Вы можете познать истину, только находясь в постоянном контакте с реальностью, а не придумывая какую-то чепуху, которая, может, и сойдет для болтовни за чаем. В реальности она никуда не годится. Она сойдет для невежд, которых вы собрали вокруг себя в виде социальной среды. В глазах Создателя она никуда не годится. Если вы никуда не годитесь в глазах Создателя, все остальные достижения, которых вы можете добиться, это пустое. Это не станет вам поддержкой. Когда придет время отбросить эту оболочку, когда придет время вернуть Землю обратно Земле, то ваши глупости вам не помогут.